Сейчас мы, конечно же, будем обсуждать эту важнейшую тему, ордер на арест Владимира Путина. И к нашему эфиру присоединяется Марк Фейгин, российский правозащитник, политический деятель. Марк Захарович, здравствуйте, очень рады вас видеть. Спасибо большое, что нашли время. Доброе утро. Приветствую всех, приветствую зрителей. Марк Захарович, ну что, российская пропаганда, конечно же, трубит просто, что этот ордер, ну это сущий пустяк, скажем так. В то время мы видим, что на самом деле реакция того же Медведева, который там говорит чуть ли не о том, что собирается бомбить Берлин, говорит о том, что задело в Кремле это решение, так мягко говоря. Скажите, пожалуйста, то, что у Медведева на языке, а то у Путина в голове? Ну, вероятнее всего, да. Другое дело, что Медведев фигура легковесная, поэтому все, что он говорит, нужно относиться к этому снисходительно. Потому что он много каких заявлений делал, но вывод верный, что действительно они серьезно отреагировали. И, например, судите сами, буквально вот этот саммит в ЮАР, БРИКС, ну они же сейчас решают. Я думаю, что он не поедет на него, Путин, он не хочет рисковать. Даже если ЮАР его заверит, что ему ничего не грозит, тем не менее, вряд ли он пойдет на такой риск, пошлет Лаврова или кого-то, потому что, ну, видите, ЮАР это единственное, ну, может быть, Таджикистан, еще ряд стран из 123, которая, я бы сказал, может не выполнить решение Международного уголовного суда в Гааге. Поскольку действительно было уже один раз с президентом Башаром Судана, и, в принципе, они эту практику могут и повторить. Но вот остальные-то страны, вот все страны Европы, там с Венгрией, понятно, там в Венгрии особый случай, но все остальные страны Европы, в принципе, ордер исполнит. Они уже об этом заявили, та же Германия, все остальные. То есть и таких стран, ну пусть даже пограничных, которые будут изображать, что они не могут исполнить ордер, ну и десяток. А остальные-то все собираются исполнять. Это страны, в основном, принадлежащие к цивилизованному Западу. Поэтому Путин это прекрасно понимает, и я просто убежден, что ведет сейчас дискуссии, внутри Кремля ведутся дискуссии, как бы им этот ордер отменить в отношении Путина. И наверняка и Си Цзиньпином он вел эти разговоры, и, наверное, какое-то будущее мирное соглашение обязательно в порядке будет предполагать снятие этого ордера. Он будет требовать, вне зависимости от того, есть ли на это полномочия у переговаривающихся сторон, вообще отменять ордер Международного уголовного суда. Это, безусловно, большая головная боль, у меня всяких сомнений. А каким образом можно отменить этот ордер? Ну, слушайте, Россия давно не находится в системе международного права, мы с вами понимаем, да? Значит, требовать они могут все, что угодно. Ну, теоретически, чисто теоретически, Международный уголовный суд в ГАГе – это договорной суд. Это не суд ООН, потому что у них своя юрисдикция, есть свой Международный суд ООН, который тоже, кстати, в ГАГе располагается. Ну, 123 страны, которые в него входят, конечно, формально не имеют права потребовать от суда, значит, отменить этот ордер. Ну, не знаю, может, в мирных соглашениях будет условие, что исполнят, всех детей вернут, а в отношении его ордер отменят. Другое дело, что это бессмысленно, поскольку это одно из преступлений, которые ему вменяются по статье 8 Римского статута военно-преступления в отношении депортации детей. Там же будет масса еще других, и геноциды, и все остальное. Так что, честно говоря, первого, так сказать, занятия ничем не кончится. Поскольку, во-первых, и в самом Международном суде могут возникнуть новые обвинения. И вы знаете, еще не факт, что не будет создан специальный трибунал по Украине. У ООН создается либо решение Совета Безопасности ООН, либо решение Генеральной Ассамблеи ООН. Ну, и есть вариант еще одного договорного суда в рамках Совета Европы. Это тоже, кстати, не исключено. Поэтому, ну, хорошо, решит, если даже теоретически решить, во что я не верю, вопрос с отзывом ордера. В одном суде это не значит, что вдруг не возникнет новой юрисдикции, новый ордер, такой же ордер в другом суде. Ну, судя по истерике Медведева, в Кремле прекрасно понимают, что отмена ордера – это маловероятный сценарий. А более вероятный сценарий – это продолжение этих ордероносных деятелей, да? И прекрасно они понимают, что они могут быть следующими. Какие процессы ордер Путина, возможно, уже запустил в Кремле или запустит в ближайшее будущее, как вы думаете? Ну, вы правы, что юридически, учитывая ситуацию, тот же Медведев подпадает под некоторые статьи обвинений. Ну, просто этим лучше занимаются юристы, там, в суде международного уголовного, если мы о нем говорим. Слушайте, Львова Белова на десятки, на тысячи порядков ниже по этой лестнице лицо, и тоже на нее был выписан ордер. Она явно не читает даже Медведеву, хоть Медведев и Остолоп, но я хочу сказать, что вероятность того, что такие ордеры будут выданы и в отношении Медведева, и Патрушева, и Шойгу, и Герасима, и многих-многих других. Ну, там про Пригожину я уже не говорю, там, может быть, вообще букет. Вот. Она, вероятность, весьма высока. Если суд продолжает работать, собирает доказательства, то основания для выдачи таких ордеров появляются. Это их беспокоит. Я думаю, дискуссия ведется, но какие политические последствия это еще может иметь? Ну, как бы, понимаете, как все говорили, Путин изгой, да? Но изгой одно дело, знаете, как библейский изгой. Вот все его обходят, потому что там он фонит как-то. А здесь уже фактически юридическая сторона появляется. Какая? А как вы будете с ним договоры заключать? Он же военный преступник. Потом их можно оспорить. Как можно с ним посещать, приходить, будут говорить, а вы вступили в сговор с военным преступником. Ну, и так далее, и так далее. То есть, это ведет к тому, что сильнее огораживание происходит вокруг Путина. То есть, он становится, остается в одиночестве. Прежде всего, конечно, в международном плане, да? Но и внутри России посидел, сфотографировался с ним, а потом и прилетело. Поэтому, как бы, это ведет к прямым последствиям уже и политикой юридического характера. Я думаю, что это влияет, да и в Кремле это прекрасно понимает. Отсюда и истерика. Ну да, появляется некая отдаленность даже в своем окружении у Владимира Путина. Марк Захарович, вот если немножко поменять вектор разговора, государственный секретарь США Энтони Блинкен выдал довольно-таки важное заявление. Позволю себе господина Блинкена процитировать. Соединенные Штаты будут поддерживать Украину и в следующем году, чтобы гарантировать, что война президента Путина завершится стратегическим поражением. Марк Захарович, а вот если проанализировать, попытаться понять, что имел в виду Блинкен, стратегическое поражение Путина это что? В моем представлении стратегическое поражение означает не только выход к границам 1991 года Украины, ее международно признанным границам, но и фактическую ликвидацию влияния в качестве гегемон на пространстве бывшего СССР, прежде всего в Восточной Европе, России. Это же решение проблем Белоруссии, проблем Молдовы. То есть Путин же, допустим, может компенсировать неуспех в Украине в случае вот этого самого частью стратегического поражения выхода украинской границы 1991 года. Например, какой-нибудь атакой на Кишинев может? Может. Так сказать, окончательно присоединить Белоруссию к территории России? Может. Да, вполне может. И другие геополитические театры, которые на пространстве бывшего СССР остаются, которые находятся в непосредственной зоне интереса и влияния Москвы. Это имеет значение. Ну и третий аспект. Я думаю, что в конечном итоге устранение Путина от власти. Стратегическое поражение, это означает поражение во всем. И в том числе потерю власти самим Путиным. Это может быть не последствием какого-то там иностранного вторжения, что Украина пойдет на Москву. Да нет, конечно. Но просто возникнут внутренние процессы в самой России, которые приведут к его от власти отстранения. Кстати, Башар, который упоминался в вашем сюжете, он же тоже был свергнут в результате военной переработки. Башар сидит, кстати, за коррупцию у себя в стране, в Судане. Но его не хотят выдавать, потому что он много какой информации по Дарфуру расскажет. И те военные, которые остаются у власти в Судане, могут тоже загреметь в этот Международный уголовный суд. Я думаю, причина в этом. Но в любом случае стратегическое поражение могло бы означать фактическую потерю власти Путина. Как? Какие будут последствия? Отвезут ли его в суд? Будет ли он съездить в Россию? Уйдет на пенсию? Это уже второй вопрос. Но потеря власти Путина, мне кажется, и предполагает стратегическое поражение. Почему это важно? Знаете, Россия такая огромная страна. А тем более теперь, после в общем понятного дальнейшего хода событий в связи с отношениями с Китаем, вы видели, что приехавший в Москву император Си Цзиньпин сказал, «Ну, вот этого выберите на следующий год своим президентом. Я вам приказываю». Очевидно, что без создания внутренней проблемы внутри самой России, трансформации войны империалистической, которую они ведут в войну внутреннюю, гражданскую в России, в общем, этих стратегических целей не добиться. Одного только изгнания из территории Украины войск Российской Федерации недостаточно, для того, чтобы изменить всю политическую систему, всю карту бывшего СССР. Нужно добиться этого и в самой России. Мне кажется, что понимание постепенно даже в Америке приходит. То есть, вариант, если Путин заменит его преемник из ближайшего окружения, он ситуацию сильно не изменит. Менее милитаристской Россия от этого не станет. Тоже зависит, какой преемник и какая будет стратегия. Если эта стратегия будет направлена в ту же сторону, что и Путина, то мы не можем этого точно предсказать. Конечно, нет Путина, нет войны. Это правда. Но нет войны сейчас. А что будет через поколение? А что будет через два года? Или, не знаю, через десять? Это как бы стратегическое поражение. Это фактически утрата Москвой ее геополитического влияния на пространстве БССР. Она сама выбрала этот путь. Путь имперских захватов, который и ведет ее к обнулению ее гегемонии на пространстве БССР. И если бы этого ничего не произошло, еще бог знает, сколько это десятилетиями бы тянулось. Но проблема заключается в том, что Москва может получить поддержку в силу очень-очень многих причин от восточного соседа, от Китая. Китай заинтересован в сохранении режима Путина, поскольку он прокитайский, в Москве, в Кремле. И, собственно говоря, дальнейшая стагнация, но только уже в интересах Китая, которая начнет эксплуатацию российских ресурсов, экспансию экономическую и многие другие вещи, которые, в общем, по-моему, давно уже решены между Кремлем и Пекином. Поэтому, на самом деле, стратегическое поражение – это, в общем, изоляция России от западного мира, огораживание ее, что называется, от Финляндии до Украины. Тогда да, но, повторяю, что если Россия не сменится на более спокойное руководство, то гарантии того, что это все не повторится, да еще и насытившись возможностями, которые Китай предоставит экономическим, не обязательно оружием России, и никакой гарантии нет, понимаете. Ну а что, через три года по-новому отстроить в Украине дороги, дома, значит, все остальное, и потом опять ракеты полетели. Ну где логика-то? Конечно, интересно, о каком геополитическом влиянии России на постсоветское пространство можно говорить после визита Си Цзиньпиня, который четко показал вообще, кто влияет на саму Россию. Так нет, а погодите, он приехал и тут же говорит, и мы, говорит, собираем саммит Китай-Центральной Азии, и к нему как на поклон едут, значит, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, то есть вся Центральная Азия уже все, она Книксон сделала. Сейчас остается только часть стран Восточной Европы, там, за Кавказией, еще надо посмотреть, как будет развиваться ситуация. По-моему, он достаточно ясно подвел черту под своим визитом. Все ко мне, вот, все, теперь ясно, кто гегемон. Ну, Книксон сделала и российская пропаганда, вы видели эти ролики, которые сейчас крутятся на центральном телевидении в России, на государственных каналах? Это без перевода, великие цитаты Си Цзиньпиня, о камнях, которые не рушатся, это что? Это уже полностью признание нового хозяина? Ну, смотрите, пропаганда, это же обезьяны. Вот, все время я вот слышу свой адрес, и вы, наверное, слышите, что вы тоже пропаганды. Но вы не понимаете степени сравнения, потому что журналистика, даже если она такая патриотическая, как в Украине, это не пропаганда в полном смысле слова, понимаете? Здесь очень важен такой и политический, и государственный элемент. Они живут за счет государства, они являются его производной. Они просто обычный рот, который они открывают, когда там нет журналистики вообще ни в каком виде. Естественно, сейчас методичка поменялась, и мы раздали, сказали, все, начинаем цитатник Мао, ну, цитатник Си Цзиньпина, работайте ртом. Вот они озвучивают это все и, так сказать, продолжают это делать. Это решение Кремля. Кремль захвачен китайцами, будем называть так, да, потому что Путин китаец, Шойко китаец и так далее. Поэтому все очень логично. Пропаганда всего лишь производная этой политической власти. Она не имеет никакого самостоятельного значения. В Украине даже в условиях войны, несмотря на то, что есть и государственные, ну, или там близкие государства, точнее СМИ, да, ну, и так далее. Это пропаганда, если и есть, то очень специфическая. Это не вполне в этом смысле пропаганда, как Геббельсовская или путинская. Это вообще другое, потому что сохраняет свободное мнение, отсутствует цензура и так далее, и так далее. В России вообще нет уже даже понимания цензуры. Нечего цензурировать, понимаете? И поэтому они, ну, как в Северной Корее, вот запускают, вы видели, там этих, там, кланяются, бегают и так далее. Это, в принципе, они в одном шаге уже от этого всего, просто эстетика другая. А так-то, в принципе, одно и то же. То есть сценарий превращения Российской Федерации в Северную Корею под патронажем Китая. То есть, грубо говоря, Си Цзиньпин становится, как бы, таким большим руководителем и этого данного региона, назовем его так. А скажите тогда, пожалуйста, Марк Захарович, то есть, получается, вообще, Путин, если говорить по факту, его последняя надежда – это Си Цзиньпин. И при этом, еще вот после визита Си Цзиньпина, опять-таки, тот же Медведев, ну, ладно, это не авторитет, но все равно, опять началось это бряскание ядерной красной кнопкой, как это принято говорить, хотя, конечно, никакой красной кнопки нет. То есть, это, получается, два таких вот, остается две надежды. Одна надежда – это ядерный шантаж, вторая надежда – это то, что товарищ Си все порешает. Правильно понимаем? Вот смотрите, кстати, к вопросу о Северной Корее. В России модный был мем, что вот Россия превращается в Северную Корею. Правильно, она превращается, но только не потому, что она порядки эти заводит, да, там, с наследственностью, иерархией и так далее, а потому, что она просто является производной Китая, которому выгодно иметь Северную Корею, а не потому, что сами россияне хотят ставиться севернокорейцами. Это встречное желание, но, во всяком случае, главное здесь то, что Китаю выгодно в качестве сателлита иметь Северную Корею. Это одно. Теперь, что касается ядерной кнопки. А вот они теперь скоро не будут решать, что с кнопкой-то делать. Решать будут в Пекине. Можно использовать ядерное оружие или нет? Поэтому с какой-то стати они там на кнопку он трогает. Убери руки. Потому, что это мы там с товарищей из КПК решат. Я думаю, что какие-то кураторы сейчас появятся. Безусловно, какие-то лица, которые будут осуществлять консультации. Наверняка сейчас при органах власти какие-то инструкторы появятся китайские. А как? Это так и работает. А как они хотели? Они не могут теперь ни на какую кнопку сами нажать без консультации с Китаем. Китай создал условия вассалитета, при котором именно с ним надо решать, что там будет с кнопкой. Ну, он же находится в переговорах с США. Наверное, будет требовать, отдайте нам Тайвань или еще что-нибудь в этом роде. Но сейчас уже как бы кнопка не совсем российская, понимаете? Поэтому все разговоры о том, что они там куда-то нажмут, чего-то сделают, это уже, по-моему, в прошлом. Уместно говорить, вот если китайские товарищи захотят, то тогда кнопка будет нажата. А зачем китайским товарищам ядерная война? Для чего вот она им сейчас? Москве, может, и надо ради самосохранения. Так что как раз первое, оно отменяет второе. Если ты вассал Китая, то никакой второй, вот как вы сказали, вот этой кнопки у вас больше нет. Одной из двух. То есть угрозу ядерного удара в этой войне мы можем уже вынести за скобки, да? Как минимум, нужно этот вопрос решать с Пекином. Марк Захарович, вам не кажется, что Пекин, конечно, знает, как вы даете Россию до конца на сегодняшний день, но не знает, что с ней делать в будущем. Вот Си Цзиньпинь на весь мир, он, конечно, задекларировал, что он заинтересован в том, чтобы не дать Путину проиграть. Но при этом он не знает, что сделать, чтобы Путин победил. Правильно? Не кажется ли вам, что сейчас решающим будет моментом контрнаступления вооруженных сил Украины? И именно его ждет Си Цзиньпинь. И уже по итогам этого контрнаступления будет решать дальше свою степень поддержки Российской Федерации. Не, я думаю, он все знает и все понимает. И они там в Китае уже все решили. Для них, повторяю, завоевания в Украине Путину вообще не нужны. Если его непоражение Путина является, значит, сохранение этих территорий, то Китаю это абсолютно не принципиально. Более того, я убежден, что Китай считает, что ему не удержать в конечном итоге Путину территории в Украине. Ни Крым, ни Донбасс и так далее. Они приехали, чтобы спасти его режим, чтобы вот то, что я вам сказал, это внутренняя угроза, о которой хочет добиться Соединенные Штаты. Третья часть, стратегическое поражение, которое предполагает устранить Путина от власти. Вот этот пункт имеет значение для Китая. Нет, вот Путин, стареющий, слабеющий, глава китайской партии в России, должен оставаться у власти. Он нужен для того, чтобы осуществить все планы Китая. У Китая нет планов на Крым. У Китая нет планов на Донбасс. Да вы что, пустая там Дальний Восток, Восточная Сибирь, Забайкалье, Урал. То есть, зачем ему какие-то Крымы? Причем тут это? Как раз это гораздо безопаснее. План осуществления этой экспансии, он уже очевиден. Они будут строить новые города. Помните, что я говорил? Мы, говорит, города будем строить. Он считал, что люди поедут города строить. Нехан строить. Поедут китайцы строить. Но они будут строить города рядом с предприятиями. Они будут эксплуатировать ресурсы. Китай же не находится под санкциями, правильно? Вот такими санкциями я имею в виду. Имеют право эксплуатировать ресурсы, платить соответствующие налоги. Когда-то был в России закон о разделе продукции. Ну вот будут какой-то выработать нечто подобное, похоже на Остинскую компанию, Великобританию и Виндостане. И будут точно так же все качать, все обрабатывать. В России-то это делать уже некому. И новые месторождения, и все остальное. Газ, нефть, полиметаллические руды, золото, лес, вода чистая. Все это является объектом эксплуатации и даст новую интенсивную динамику развития китайской экономики. И это, безусловно, является предметом интереса Китая. А зачем ему Крым в этой ситуации, если ему есть что обрабатывать до полярного круга? Ну, как бы нет никакой необходимости. Поэтому пусть проигрывает. Главное, что в России он должен остаться в Кремле. Вот из Кремля его никто не должен прогнать. И Китай будет его гарантом. Ну, до смерти, наверное. Во всяком случае, они и такие планы строят. А вот это то, что будет происходить в России, будет ли это стратегическим поражением частью его? Или нет? Да какая разница? Чем слабее Россия, чем слабее проигравший Путин войну в Украине, тем лучше для Китая. Им вообще деваться некуда. Только Китай станет его единственной опорой. Вот и все. Поэтому нет, я считаю, что Китай как раз не особенно заряжен на то, чтобы Москва имела успех в Украине. Потому что это ему ничего не дает. Наоборот, как раз, они могут воспрять и сказать, а вот мы победители. Хотя, опять же, как это все потянуть хозяйству? По-моему, у России для этого ни сил, ни ресурс. Хорошо, Марк Захарович. Вот если проанализировать все то, о чем мы сегодня уже поговорили, и то, с чего мы начинали. Итак, ордер на арест Путина. Растет некая такая стена и отдаленность Путина даже от своего ближайшего окружения. Перспектива того, хотя это факт уже, что как бы Си, грубо говоря, огрубляю, владеет Кремлем. А может быть и не огрубляю на самом деле. Учитывая все это, вот так называемые российские элиты, так называемые башни Кремля, можно их называть. Нет лишь соблазна заменить своего тирана. Я понимаю, что это очень сложно сделать. Говорит, что эти процессы уже идут. Ведь эти процессы уже идут. Как вы думаете, они будут ускоряться? Есть ли на это шансы? Наверняка какие-то желания вот от этого всего морока избавиться, тем более, что у этого морока есть имя, фамилия, отчество, да, наверное, есть. Есть ли эти возможности? Вот вопрос. Желания наверняка есть, понимаете? Им же было хорошо. Основную основу власти в России составляют коррупционеры, понимаете? Не вот эти самые безбашенные идеологические войны, которые там пошли и готовы пожертвовать своими состояниями, статусом, положением в Европе, там, в мире и так далее, ради только присоединения Бахмута. Ну, нет там таких, никогда не было. Это решение самого Путина. Конечно, и самого ближайшего окружения тоже, но в первую очередь важно для Путина. Но вот есть ли у этих людей возможности? Потому что Китай, он, в общем, кинул гирьку на весы в пользу Путина, понимаете? Для того, чтобы этот вопрос решить, как я уже сказал, нужны дополнительные силы, средства и возможности для того, чтобы справиться не только теперь с Путиным и его прокитайской партией, но и, в принципе, с Китаем, который его сейчас поддержит. Я бы не сказал, что это вообще нерешаемая задача, что как будто это невозможно сделать никогда и ни при каких обстоятельствах. Все возможно в этом мире, понимаете? История всякая знавала. Но для этого должны быть особые усилия, которых пока, как мне представляется, у тех, кто, может, и хотел бы этот вектор остановить в пользу восточного соседа, в пользу Пекина и, в принципе, выйти из этой и санкции, и войны, и так далее, у них возможности у меня этих пока нет. Какие возможности остаются у российской оппозиции, хочется спросить? Мы прекрасно понимаем, да, что во главе Кремля должен стоять пронатовский, проневропейский, продемократический лидер. Насколько вообще на сегодняшний день это реально? Ну, даже хотя бы не китайский теперь. Желательно с европейским разрезом глаз, да, с европеоидным. Да, уж лишь бы не это, но у оппозиции у российской нет никаких возможностей, в настоящий момент абсолютно никаких. Да, они, может, и появились, если бы Запад активно поддержал, если бы Украина поддержала, но сейчас у нее таких возможностей нет. Потому что внутри России они могут опираться, вообще оппозиция может опираться только на гражданское общество, подполье, какой-то актив. А, ну, давайте честно говорить, без оружия ничего не добиться. Без войны ничего в России не решить. Тем более с такой махиной, какой является нынешняя власть. С громоздкой, поддержанной Пекином, значит, воюющей, милитаризованной. Ну, либо должны как-то сопрячься оба процесса и в оппозиции найти диалог с какой-то конструктивной частью власти. Ну, это условно конструктивно. Но самостоятельно российская оппозиция ничего сейчас сделать не может. Я не знаю, может, что-то поменяется, но вот в настоящий момент возможности у иммиграции и российской оппозиции у иммиграции нет. Ну, некоторые эксперты говорят, что, возможно, на эти процессы может повлиять российский олигархат, которые начнут спонсировать, финансировать протестное движение снизу в регионах. Вы в такой вариант как рассматриваете? Ну, смотрите, олигархи владеют множеством предприятий на территории России. Если они одновременно добьются консенсуса и, скажем, простимулируют забастовку, остановку всей России. И, знаете, я так считал, ну, так миллионов 15-20 работников у них есть. Понимаете? Может, чуть поменьше, может, я преувеличиваю. Но на основных предприятиях, которые непосредственно принадлежат олигархат, ну, это чаще и полугосударственные системы. Но если одномоментно страна встанет, то бог знает, к чему это еще приведет. Сделает ли, пойдет ли на это какое-то консорство олигархов для того, чтобы изменить ситуацию? Я не знаю, это я не возьмусь сказать. Но, в принципе, ресурсы есть. Он может быть не государственный у них, может быть, не автоматы и пулеметы. Но, как бы, в общем, уронить российскую экономику в одном моменте, ну, в принципе, если они договорятся, то они могут. Макс Захарович, ну, вот знаете, как говорится, напоследок. Впереди нас ждет лето. И во время этой полномасштабной войны все равно есть какие-то, знаете, вехи. И вот давайте проанализируем. Ни в коем случае не вопрос прогноза, а вопрос скорее анализа. Итак, визит Си, ордер на арест Путина, процессы, которые происходят, возможно, даже внутри Кремля. В любом случае вся надежда на вооруженные силы Украины. От них зависит сейчас все. И какие для вас вот основные ориентиры вот до наступления лета, например? Как вы думаете, какие основные процессы будут происходить и к чему они приведут в итоге? Ну, я считаю, что ключевым действительно является контрнаступление украинских вооруженных сил. Да, конечно, оно обеспечено поддержкой Запада. Это очевидно. И планируется и так далее. Оно будет ключевым. Потому что расчет есть на то, что если это будет сверхуспешное наступление, подчеркиваю, сверхуспешное, оно же может привести к необратимым последствиям на всей линии тысячекилометрового фронта. Ну, казалось бы, они тут сражаются за Бахмут в течение семи месяцев. А если пойдет Мелитополь и разрезан будет фронт, там, не знаю, за неделю, да, ну и что тогда? А если Крым? А если Крым, ну это еще чудовищнее, как бы. Потому что не очень понятно, зачем Бахмут, если ты потерял Крым. Вот где здесь логика? Значит, могут начаться процессы. Они будут скорее политическое свойство иметь, не столько военное. Да, они приведут к военным последствиям, там, в общем, остановке боевых действий, там, переброске, а потом бессмысленности этой переброски, большим потерям. Потому что вы знаете, как бросать за Бахмута, там, на Крым, если туда десант высадится. Ну, и так далее. То есть, это в конечном итоге может привести, в принципе, к политическому процессу, который, в общем, эту всю ситуацию схлопнет. Но на это и закладываются вот те, кто вовлечен в, собственно, процесс принятия решений, как я это себе понимаю в Украине, они на это и делают расчет. Я вот, например, как и раньше прогнозировал, до конца этого года, ну, может, чуть-чуть, в начале следующего война должна закончиться. Я имею в виду активные боевые действия. Они могут перейти в какую-то фазу переговоров, но таких переговоров, которые не оставляет Москве шанса, да, даже если она к этому моменту еще какие-то территории из тех 18%, которые она сейчас занимает, будут занимать. И это должно закончиться, да, политическим результатом, но этот результат должен обеспечить максимальный результат, на который рассчитывает украинское руководство. Ну, могут быть какие-то варианты там с какими-то там участками и так далее, но в целом это должно быть поражение, которое нельзя отменить, нельзя трактовать иначе. Пусть там в Москве пропаганда чего угодно говорит, но здесь это будет понятно, что Украина большую часть своей территории немедленно диокупирует, а остальные через какое-то время путем политических инструментов. Если это будет успешное контрнаступление, наверное, я думаю, что 50 на 50. Оно может быть вполне успешным, но не добиться того успеха. Или, будучи успешнее, приведет к этим политическим последствиям. Ну, в конечном итоге, там, нежеланию армии продолжать всю эту бессмысленную ваканалью, российской армии, я имею в виду. Поэтому все-таки я закладываюсь на быстрый результат. Почему? Потому что Запад хочет это все закончить. Несмотря на то, что вот вы цитировали Блинкина, который говорил, что мы их в следующем году будем поддерживать. А что в следующем году? В следующем году выборы в Америке в ноябре 2024 года. Новый президент придет в январе 2025 года. Инаугурация пройдет до 18-20, как обычно, января. Ну, а зачем так рисковать, если это будет республиканец? Поэтому, естественно, нужно прийти уже с победой. Ну, хотя бы такой ощутимый такой, который можно будет именно так и представить избирателю американскому. Так что логики там много именно в пользу того, чтобы все-таки этот процесс ускорить и уж точно до выборов президента в Америке в 2024 году этот вопрос завершить. Так что нужно полагаться на это контрнаступление. Потому что если оно не очень пойдет и оно захлебнется, то для подготовки следующего большого контрнаступления понадобится, ну, от трех до шести месяцев. Ну, многие говорят шесть месяцев. Хотя, я думаю, учитывая и без того уже достаточное количество вооружений, которые, в принципе, позволяют осуществить именно контрнаступление. Не оборону, а именно контрнаступление. Если к ним будет добавлено, я не знаю, ракеты и самолеты, то это может ускорить процесс подготовки нового рывка. Как это и было. Харьковская операция, параллельно юг. Понимаете? И принесло результаты в двух участках. И на Харьковском направлении, и на южном правом берегу Херсона. Поэтому вполне может случиться так, что тоже будет некоторая такая дуалистическая схема, при которой, может быть, развиваться будет наступление на Бахмут и одновременно на Мелитополе. Ну, посмотрим. Это гадание, мы ничего не знаем. Мы просто смотрим на карту и рассуждаем. Наше дело на сегодняшний день верить вооруженным силам Украины. Пока они нас не подводили. Спасибо вам огромное за этот разговор. Марк Фегин, российский правозащитник, политический деятель, присоединялся к нашему эфиру.